Ведьмак Фэнтези на мире Сапковского Ведьмак – особая профессия, представители которой охотятся и истребляют разного рода чудовищ и монстров, угрожающих жизни простых людей. Посмодернистская фэнтези из Польши, хоть и издавалась в других странах и переводилась на разные языки, все еще не имела такой славы и являлась достоянием узкой прослойки фанатов жанра, нежели частью поп-культуры. За 20 с лишним лет по вселенной Ведьмака вышло 7 книг, 2 рассказа и даже одноименный сериал польского производства. И вот в 2007 году по мотивам книг и сериала «Ведьмак» выходит компьютерная игра, также от польской студии разработчика под названием CD Projekt Red. Именно с этого момента Ведьмак с его основанной на славянской стилистике и мифологии, самобытными персонажами и антуражем натурального и жесткого средневековья становится явлением с большой буквы в популярной культуре. Это атмосфера, которую несет в себе сам Ведьмак. Позже студия выпустит еще две части игры, последняя получила высочайшие оценки критиков, а общая выручка поляков от продаж составила 268 миллионов долларов или 1 миллиард польских злотых. Ведьмачье влияние на культуру и искусство во всем мире трудно переоценить, Ведьмаку посвящают песни, видеоклипы и арты, снимают короткометражные фанатские ролики. Вот и до Владивостока добралась Ведьмачья мания. В субботу перед «Водцом пионеров» прошел первый в своем роде Ведьмак-фест. Несмотря на обилие развлечений, главными и самыми заметными фигурами были, конечно, косплееры. Причем не только из Ведьмака, но и из других вселенных. Организаторами фестиваля стали местные гик-бизнесмены, держатели магазинов комиксов, настольных игр и другие специализированные атрибутики. Однако еще до проведения феста стало известно, что к организации мероприятия приложили руку сами поляки из CD Projekt Red. Это интересный момент, на самом деле, потому что, когда ты вешаешь логотипы такой крупной компании, сразу же считается, что они организаторы, а не ты. Даже если это маленький логотип, где-нибудь внизу там стоит. И очень много людей, которые посчитают, что это они организовывают. На самом деле, мы делаем при поддержке CD Projekt Red, то есть они предоставили нам призы и фракционную поддержку. Несмотря на то, что фестиваль проходил под заголовком «Ведьмак», здесь отважные Скоэтаэли из книг Сапковского прогуливаются рядом с персонажами из американских комиксов. А на сцене в конкурсе косплея выступают персонажи «Взластелина колец» и других книжных и игровых миров. Здесь огромное количество сообществ, на самом деле, объединено. У каждого свой какой-то руководитель, собственно. Тут есть и «Мама-билдракона», которые ведут настольно-ролевые игры. Тут и наш магазин комиксов представлен, и лекции от различных, от «Гектория», получается, от лекторов «Гекторий». Когда супротив чудовищ и паканцев, уже другими силами справиться не можно. «Ведьмак» справится. И реконструкторы там дерутся и предоставляют возможность построять из лука. И музыканты всевозможные, которые поют тематическую и этническую музыку. Реконструкторы стали отдельной фишкой фестиваля. Бравые парни из клуба «Гарнизон», каждый год причастного к «Владкрепости», устроили ресталище прямо за сценой. Здесь бывалые бойцы-реконструкторы бились не на шутку, под аплодисменты толпы бросаясь в атаку в полном боевом облачении, с остальным топором или двуручным мечом. Главный реконструктор при Москостолице выглядит усталым, однако с удовольствием высказал свою точку зрения на то, как сочетаются книги и игры по «Ведьмаку» с косплеем и суровыми боями реконструкторов. Организаторы молодцы, всех совместений организовали. Есть одна связующая общая тема, именно сам фестиваль «Ведьмака», и в этом мире присутствуют и рыцари, и бои. Не важно само качество проработки деталей, важно то, что люди занимаются определенной тематикой. В косплеере, допустим, они создают красивый внешний вид, ролевики, не знаю, скорее всего, отыгрывают образы, а мы деремся просто, создаем бои-зрелища. Организация фестиваля действительно впечатляет. Вокруг Дворца Пионеров построили целый городок. Перед входом в здание небольшой фудкорт, а внутри лекции, гектории и витрины с артефактами из игр и кино. В целом, на территории «Ведьмакфеста» любой желающий мог найти чем заняться. Любители боев могли и сами подраться резиновыми мечами. Рядом давали уроки по стрельбе из лука. Кроме вышеперечисленного, организаторы добавили в программу настольные ролевые игры, киберспортивные дисциплины и еще массу всего, без чего не обходится ни одно гиковское мероприятие. Всего, по подсчетам организаторов, фестиваль посетило больше 5000 человек. И многие унесли с собой не только фигурки, наклейки и прочую атрибутику, посвященную любимым персонажам, но и нечто большее. Яркие впечатления и эмоции. Евгений Черемухин, Дарья Блинова, Максим Яковлев, Владимир Дедешко. Новости на Восьмом.